Друзья, приветствую вас всех! Это канал Мамыкин ТВ. Во-первых, спасибо огромное за то, что вы смотрите, проявляете интерес, спорите, иногда даже слишком резко спорите. И я с трудом сдерживаю свои эмоции, чтобы вам ответить. Но в любом случае, сейчас совершенно искренне говорю спасибо за ваше мнение, неравнодушие, за предлагаемых гостей, за предлагаемые темы. Гости сегодняшнего нашего выпуска – это в прошлом министр внутренних дел, можно сказать, основатель пограничной струсбы Латвии и многолетний депутат Сейма, капитан Акула, так знает его пресса, Янис Адамсон. Здравствуйте! Добрый день! И член коллегии, вернее, совета присяжных адвокатов Михаил Черноусов, в прошлом довольно легендарный и, что уж точно, абсолютно интересный полицейский, как сотрудник уголовного розыска. Приветствую, Михаил Михайлович! Добрый день! Я называю Михаила Михайловича по русской традиции, по имени и отчеству. Сегодня я собрал вас, чтобы поговорить, во-первых, об актуальном в предвыборную пору в Латвии, во-вторых, давно как-то не было никаких новостей по вашему суду, господин Адамсон. А в начале июня вы обещали на нашем скромном канале, что новостей будет много и интересных. Как продвигается там ваше дело в суде? В суде дело продвигается тихо, мирно, спокойно. С июня по сегодняшний день практически перерыв. Судья ушел в отпуск, поэтому сделали перерыв август и июль. А потом у нас судья сменился. И сейчас новые суды и новое место, где будет проходить судебное разбирательство. Также произошла реорганизация рижского суда. Ну, по всей видимости, в этом и задержка. Ну, я склонялась, конечно, к мысли, что все ожидали, что я буду баллотироваться. Да, и поэтому всячески ускоряли проведение суда. Но когда поняли, что я не вошел ни в один список, то-то все утихли и приняли это к сведению. Сразу могу сказать, что причина, почему я не участвую в предвыборной кампании, очень прозаична. Мне нужно привести в порядок свое здоровье. И через какое-то время я, очевидно, вернусь в активную политику. Простите, пожалуйста, за вопрос наивного глупого мальчика. Это суперархиважное дело о шпионаже в пользу России, как приоритет государства? На вашем случае рассматривается так. Вначале судья в отпуск ушел, потом судью поменяли, потом график заседаний растянулся. Это суперприоритет. Но получается так. Нет, там немножко иначе. Если говорить о приоритетах, то когда меня задержали, я хочу напомнить, и следователь, который должен вести мое дело, тут же ушел в отпуск. Я его увидел практически через два месяца. Первый раз в УЧИ увидел, кто у меня следователь. Оказывается, следователь тот же самый человек, который мне давал в свое время показания по поводу всяких негативных моментов в наших предслужбах на основании моих заявлений. И эти дела тут же заканчивались ничем. И никаких решений, хотя там были подозрения о целом ряде представителей спецслужб, возможных незаконных действий, их незаконной деятельности и так далее. по поводу выдачи разрешения на временное жительство, по поводу получения политических убежищ на территории Латвии, людей, которые в других государствах привлечены к уголовной ответственности кореально, а не по политическим мотивам, а именно кореально уголовной ответственности. Ну и вся эта билиберда, она продолжалась. Самое, ведь не даром оперативный работник, тоже хотел бы напомнить, первый вопрос, который мне задали, когда посетили в тюрьме, было, ну что, господин Адамсонс, вы еще вернете в политику или нет? Я думаю, что это лучше всего свидетельствовать о том, какое отношение. Так, ко мне лично и к этому уголовному делу. Изначально я уже спланировал, что это дело будет тянуться лет пять, где-то четыре-пять лет, пока мы пройдем всей процедуру. Ну и закончится, естественно, оно в европейском суде. Господин адвокат, зачем человека надо было держать в тюрьме, чтобы сейчас он может месяцами ходить, совершенно неприкаянный, в суд ему ходить не надо, и уже нет никакой озабоченности, что он сбежит, поэтому мера пресечения изначально была, как взятие под стражу. Что это вообще? За оплату не платят, и больничные тоже не оплачивают. И больничные не оплатили. Вот это много тут белых пятен в деле. Получается, что когда полтора года назад уже Янис Адамсон был арестован, находился в следственном изоляторе, но он и тогда оставался действующим депутатом, и сейчас он остается действующим депутатом, но и зарплатой, и больничного он был изначально решен по запросу по решению прокурора, которое одобрил президиум Сейма. Даже не было голосования на общем пленарном заседании президиума. Это было решение президиума на основе вынесенного постановления прокурора. И вот после того, как удалось добиться общими усилиями освобождения под залог, потом был такой чрезвычайный режим проведения судебных заседаний. По три заседания в неделю назначалось. Все остальные мероприятия... Как у Лэнбергса, это уровень такой хороший, да. Это очень активный уровень проведения мероприятий. Несмотря на то, что Янис Адамсон находился на лечении, проходил медицинские освидетельства, операции, но очень активно вот этот режим сохранялся максимально вплоть до конца июля. То есть до подачи списков, по сути? До срока подачи списков? До подачи списков. Перед подачей списков кандидатов неожиданно судья, ну для нас неожиданно судья, уходит в отпуск, и мы ждем следующего заседания. И вот следующее заседание, которое проходит в середине августа, мы все готовы, приходят свидетели вызванные, которые раньше по каким-то причинам не явились. И для нас было совершенно неожиданное решение о том, что дело передается другому судье. И вот тут... А в чем причина смены состава суда? Я соглашусь с Янисом, очень похоже на то, что это связано с политикой, с подачей списков. Слушайте, в истории этого Сейма было минимум два депутата, одна Юлия Степаненко, которую отстранили от заседания Сейма за отсутствие прививки или там сертификат о том, что она переболела, не переболела. И сейчас, получается, вот второй, это ее коллега Янис Адамсонс, который лишен даже зарплаты. То есть корочка депутата есть, а зарплата нет? Да, корочка есть ни зарплата, ни больничный не выплачивается. Мы знаем, что в этом Сейме наибольшее количество депутатов, которые находятся под уголовными процессами из всех предыдущих Сеймов. Ну, а остальные либо отстранены полностью, либо спокойно получают зарплату, посещают заседания Сейма и, в общем-то, ничего особенного не происходит. Нет, все остальные полностью получают и зарплату, принимают участие в заседаниях парламента, руководят комиссии. А Юрыш, когда воевал на стороне Украины, он получал зарплату? Или когда они ездили туда? Нет, он уже, на мой взгляд, сложил мандат. Ну, как он воевал? На мой взгляд, здесь в свое время высказался бывший премьер-министр господин Кучинский по поводу Юрышу, что будем посмотреть, чем он там занимался. Принимал ли господин Юрыш активно какое-либо участие в боевых действиях? Глубоко сомневаюсь. Не та личность. Я как большой фанат господина Юрыша внимательно расследовал его фотографии, видео, которое он прислал в социальных сетях. Как-то больно чистенький автомат уже был. Ну, просто маслицем смазанный. И руки без грязи под ногтей. И мундирчик, знаете, такой непритертый. То есть, такие вот... Вот мне это бросилось в глаза. Пусть скажут, что это там мой очень специальный извращенный взгляд. Но вот такие вот стерильно чистенькие фотографии, якобы с фронта, вызывают вопросы. Очень многие, не только из Латвии, но и из других государств проезжают на Украину, чтобы заниматься решением бизнес-проектов, закупить какую-то недвижимость, какие-то предприятия и так далее. Это они смотрят на будущее, и в том числе это отмывка денег. Потому что операции, которые проводятся на территории Украины, их потом отследить очень тяжело. наличкой заплатили, без наличкой, было же это проплачено или не было проплачено, и так далее. То есть, это идеальное место, где можно заниматься очень многими незаконными делами. Из вот этих вот четырех пунктов, перечисленных там, незаконный бизнес, недвижимость, наличка, вы фамилию господина Юрыша связываете с какой отраслью незаконного бизнеса? Я просто высказываю свои предположения. Каждый волен считать, как он желает. Но я напомню, что мое задержание было связано, на мой взгляд, именно с судебным процессом господина Юрыша. Так уж совпало, конечно, абсолютно случайно, что 10 июня меня задерживают 20-го года, а 12 июня судебные разбирательства, и когда везде... Это в прошлом году еще было? Нет, по запросу. В 20-м году. Ну да, 22-го. Нет, это в прошлом году, извиняюсь. Вы год были в тюрьме? Ну, почти, неполный год. Да, 7 месяцев. Меньше. И так случайно получилось, что через 2 суток суд должен был вынести решение по уголовному делу то, что касается господина Юрыша. Послушайте, ну стоял такой скандал в прессе с Адамсоном. В уголовном деле я один из основных свидетелей. Да, вы это говорили и в прошлом интервью нашему каналу. В описании к этому файлу я поставлю линк на предыдущую нашу встречу с господином Адамсоном. Михаил Михайлович, такой шухер стоял в прессе. Да. Но у меня дома тряпка половая чище, чем заголовки были в центральных газетах в связи с фамилией господин Адамсона. И сейчас тишина. Ну, а уже актуальность как бы упала, пропала, особых необходимостей нет. А в деле мы видим очень много непонятного. Вот я, ознакомившись с делом, большое количество томов, я, как в прошлом, оперативный работник и в теории, как бы доктор права по оперативной деятельности, я могу откровенно сказать, я там не нашел доказательств того, в чем обвиняют господина Адамсона. Не нашел. Может быть, они где-то кто-то как-то спрятали и не показывают в деле. А можно так, извините, с точки зрения процесса, когда дело уже в суде, принести мешок с другими доказательствами? Сложно, сложно защищать, не зная, чем они располагают. Но в деле этого нет. И более того, на всех судебных заседаниях, которые проходили, где были заслушаны свидетели, рассмотрены определенные материалы, много того, что мы увидели, оно вообще не имеет отношения к инкриминируемому деянию. Но, тем не менее, вот как бы это продолжается, тянется, как будет дальше, как решит новый судья, как будет дальше проходить процесс. На ваш взгляд, о чем это говорит? О том, что оперативная деятельность просто тоже, ну, как бы ваше детище, ваше, в известной мере, большая часть жизни просто спущена в болото. И то, что было даже в советское время, то, что сейчас, это небо и земля. Почему такие, даже с точки зрения, как вот вы говорите, оперативной деятельности, минусы? Я вам скажу, что в оккупационные времена такого, в принципе, не могло быть, чтобы так долго тянулась какая-то оперативная разработка, ничего не было достигнуто, ничего не было получено реального, никаких доказательств не представлено, и дело вот выносится, не закрывается, не прекращается, а выносится вот на такой уровень. Так, это советская оккупационная милиция, советский оккупационный военно-морской флот капитана Кула, а там оперчасть, если бы тянула... Я скажу иначе, что и в наше время, в нашей современной Латвии лет 20 назад такая ситуация вообще немыслима, вообще немыслима, что были бы заказные процессы, ведь посмотрим, я могу перечислить навскидку так, то, что процесс Ленберг заказной, политический, и в угоду интересам зарубежных государств, абсолютно сомнений не вызывает. Дальше, попытки привлечения к уголовной ответственности господина Шлесерца и Штела по поводу дигитального телевидения, хотя до этого они даже не проходили как подозреваемые, и проходили в лучшем случае как свидетели, да, и когда это дело закрывается Верховным судом, всех оправдывает, вдруг предъявляют обвинение еще двум бывшим членам правительства, да, и смешно там, конечно, когда изначально от господина Шлесерца требует, прокурор требует, чтобы пойти на мировую, 6 миллионов заплати, и мы тебя оставим в покое, а потом эта сумма вдруг снижается, и доходит до суда уже 60 тысяч, да, ну, есть, наверное, разница. Вы же помните про советское пиво, требуете долива после отстоя, да, у Сушка с Утруской этого никто не отменял, на сегодняшний день у нас разные заказные процессы, они вполне реальны, к сожалению, зачастую они вполне возможны и проплачиваются, кто-то получает какие-то денежные компенсации и так далее, потому что как бы там ни было, ну, посмотрите, господин Каймич с большой помпой в предыдущем парламенте, его привлекают к уголовной ответственности, выносится за постановление парламента привлечение его депутата к уголовной ответственности. Арестовывают прям в здании суда во время пленарного заседания. Его арестовывают во время, задерживают во время пленарного заседания. Ну, самое смешное, вот говоря о качестве, да, постановление парламента ни одного слова не написано по поводу того, что это имеет отношение к господину Кайминщу. Я высыпал тогда с трибуны парламента, я говорю, слушайте, тут написано, что привлекать к уголовной ответственности депутата. Какого депутата? По какой причине? Это не сказано в этом? Дело Гринбергса 2 без личного кода тогда, а сейчас и без имени и фамилии. Дело Гринбергса по нынешним понятиям, это образцово-показательное, как нужно двигать в положительном смысле. А сейчас элементарно не указывается ни фамилия, ни должность депутата, за что его привлекают к уголовной ответственности, зачем необходима эта выдача и так далее. Ну, посмотрим, мое уголовное дело, да. Почему-то ответственный прокурор, это прокурор из прокуратуры, которая занимается вопросами коррупции и отмывки денег. В течение пяти лет, шести лет за мной следили и так далее, но максимум, что накопали, это возможные 100 евро, которые под большим сомнением, смешно, даже помощник моего господина Калейщука, и того не допросили. Вашего помощника как депутата Сейма? Да. Он оформлял все документы по поводу топлива и так далее, то, что мы обязаны сдавать парламенту. Простите, но чек на топливо в латвийском Сейме, это не шпионаж в пользу России? Ну, или они уже везде, или вы на этом топливе к Путину ездите, признавайтесь. Вот Путину вот как раз не сподобивался, да, но смешно ведь, пять лет угрохать на слежку и так далее, в результате 100 евро максимум, что могут инкримировать. По оружию, по найденным патронам, до сих пор никто ни одного вопроса не задал. Да, там очень много таких интересных вопросов. Если бы это обвинение в шпионаже, ребят, ну, значит, как меня задержали, со мной должны проводить встречи, допрашивать и так далее, это азбука. Да, любого потенциального преступника тут же по горячим следам пытается расколоть. ко мне появляется после моих требований следователь через полтора-два месяца, да. Кто еще там проходит по делу, я потом только узнаю. А мы уже касались, ну, материал уголовного дела, который, по идее, суперсекретный, они публикуются в свободной прессе, так называемая, свободная, и издается книга, где все прописано один к одному. Ну, Михаил Михайлович, видите, какой у вас хитрый подзащитный? Он уже залил и сжег бензин, а до Путина так и не доехал. Ну, с бензином там много непонятного. Был он, не был этот бензин, или ошибка при составлении документов, отчетов. Ну, вот по поводу книги я хочу дополнить. Я не знаю, есть ли еще где-то в мировой практике, чтобы по серьезному делу, по секретному делу о шпионаже, за несколько месяцев до обвинительного заключения публикуется книга. За несколько месяцев. Господин Адамсон находится в тюрьме, выходит книга, где любой желающий может прочитать материалы секретного шпионского, в кавычках, дела, где слово в слово отображается то обвинительное заключение, которое еще даже не написано. Мы не знаем, кто пишет под псевдонимом Индри Кислотыш, но мы знаем издателя Лата Лапса, вполне реальный журналист. И вот он как-то в одном интервью сказал, что наша система правоохранительных органов это такое дырявое решето. Это настолько течет все, что в принципе даже бабушка на базаре может узнать секретную информацию, не говоря уже про журналиста, который начинает там серьезно копать, расследовать что-то. Это болезнь, о чем говорил, я извиняюсь, капитан Акула. И это длится с того периода, когда вы были министрами, я не знаю, и потом ушли с поста министра. В то время утечки информации практически не было. Эти вопросы решались намного иначе, хотя и закона не было о госстайне в то время. Но утечки в таких объемах, даже это было немыслимо. Даже и правонарушения со стороны политиков, помните, дело о трех миллионах, ажиотажах и так далее. Латвенерго. Латвенерго, да. Следственная комиссия, господин Пантелеев, ваш бывший сопартиец по Латве СССР. Я тоже входил в эту комиссию. И однозначно, просто напомню зрителям, что самое смешное, приглашаем представителей Латвенерго, в том числе юристов, и задается вопрос. Вы брали кредит у Банка Балтии? Нет, не брали. У господина Лавента спрашиваем. Вы давали кредит? 10 миллионов. Нет, не давал. Банк Балтии не давал такой. Но потом в судебном порядке от Латвенерго взыскивает эти 10 миллионов. И по пути пропадает еще 3 миллиона. Там по пути еще пчела 9-го калибра была. В голове президента Латвенерго. Там в 90-е все весело было. Но сейчас у нас по делу о компоненте обязательной закупки. Два года назад цифра была украдена у нашего населения 2,3 миллиарда евро. Четвертая часть госбюджета Латвии. За это время еще где-то около миллиарда. И что-то там стрелочников пытаются привлечь к уголовной ответственности тех же самых предпринимателей, которые ищут возможность где-то что-то получить. А тех, кто создал эту систему, как бывший министр экономики, господин Каринч, его что-то никто не трогает. Его даже не пытаются привлечь к уголовной ответственности, хотя именно он заложил основу всего этого беззакония. И ущерб, который был нанесен, он не только в деньгах исчисляется. Это и нанесли урон нашим предпринимателям, так как цена на электричество тут же подскочила. Наши не смогли конкурировать даже с нашими соседями, с элитовцами и эстонцами. Переходили, переводили бизнес туда и так далее. И никто не виноват. Все нормально. Сейчас придумывают опять какие-то новые схемы. Как опять же, достаточно легальным путем, проведя данные изменения через парламент, взискивать от людей дополнительные денежные средства. А деньги на учителей, на медиков, почему-то в нашем бюджете нет. Хотя мы можем оказывать помощь разным государствам, сотням миллионам евро. И ничего. На эти абсолютно непонятные расходы деньги находятся. Илья Оренкевич на майском заседании министров иностранных дел стран НАТО проболтался, что 200 миллионов евро – это только закупка ракет, подаренных украинской стороне, украинской армии, за счет, естественно, налогоплательщиков Латвии. 200 миллионов – пятая часть миллиарда. Это только один транш. А сколько мы не знаем из того, что латвийские налогоплательщики оплатили… Ну, а как наши политики наварились и чиновники наварились на ковиде, принимая разные абсолютно идиотские решения, а там, опять же, с десятками миллионами получали из бюджета, которые потом отмывали. Потом мы задаем вопрос, а почему там отдельные представители Латвии вдруг уезжают на Украину? Я думаю, что ответ абсолютно плохой. Реплика была, да, у вас по поводу этих политических заказов? Я так понял. Ну, получается так, что фактически вот это дело и многие другие дела, политика находится над законом. Не закон определяет, кто прав, кто виноват, а политическое решение той элиты, которая находится у власти, она влияет на принятие решений для того, чтобы найти подозреваемого, привлечь к ответственности. А есть ли под этим законодательная база, есть ли под этим доказательства, об этом как-то забывают? Ну, вот наши правящие политики смеются, что это черта африканских, третьих стран, отсталых стран, когда политика руководит судами, а не законы, законности, юстиции, а руководит справедливостью, приговорами, системой судов. То есть, получается, мы катимся, 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 мы катимся не только по качеству, что уже докатились. Слушайте, а вы, хорошо, господин Адамсонс не баллотируется, а вы баллотируетесь или не баллотируетесь? Да, я баллотируюсь. Да? Я принял решение. А от кого? Как ни странно. Но есть такая партия, пятый список, суверена Вара. Это Ушаков или кто там? Нет. Я просто вообще не слежу за ними. Это независимый лидер, независимый депутат Юлия Степаненко. А, это которую отстранили. Я, кстати, видел недавно на улице, которую отстранили от Сейма, как избранного депутата, за то, что прививки нет. Да, совершенно верно. Вот она лидер нашего списка, номер пять, и я баллотируюсь по этому списку, потому что программа мне симпатична. Многие традиционные ценности, которые защищает эта партия, отражены в программе. У нас действительно есть серьезная команда, которая может решать, и я надеюсь... То есть вы смерть Ренкевичу, в переносном смысле, конечно же, смерть Ренкевичу и госпожи Голубевой, если вы за семью и традиционные ценности. Ну да, мы за традиционные, однозначно. Это декларировано, это мы поддерживаем все. И у нас, в общем-то, все за традиционные семейные ценности и вообще за другие ценности. И за свободу слова, и за равноправие людей перед законом, но и снижение налогов и так далее. Поэтому я вот принял такое решение... То есть у вас жена есть, и ваша жена не мужчина? Не мужчина. Не мужчина. Как в нормальной семье. Возвращаясь немножко назад, говоря о нашем государстве, и о том, что произошло в течение последних 20 лет, то мы на сегодняшний день достигли той высоты развития нашего государства, что мы практически живем в государстве, где основную роль играет организованная государственная преступность. И если господин Бондарс в одном из своих интервью заявляет о том, что вы понимаете, что же вы хотите, почему мы плохо живем, если у нас у власти и политикой руководят так называемые белые воротнички, которые являются составляющей частью организованной преступности. Бондарс это говорит. Бондарс. Он стоя у зеркала и глядя в собственное отражение давал это интервью, извините. По всей видимости да. Потому что он вроде, но с другой стороны, он исправящий коалиции, председатель комиссии по бюджету и финансам. Правда, он там должен государству несколько миллионов. По приговору о крахе Сбербанка. Да, совершенно верно. Где он был и изображал роль вице-президента. Да, но он не только представитель комиссии был бюджетно-финансовый, он еще орден получил от министерства финансов, от господина Рейерса, за большой вклад в развитие финансовой системы страны. Ну, так, легче и очевидно, и долги раздавать. Слушайте, вот если бы вы были, если бы вам разрешили юридически присутствовать на заседании Сейма, голосовать за законопроекты, как бы вы голосовали по инициативе Левица о полной автокефалии Латвийской православной церкви от Московского права? Ну, во-первых, меня радует, что я за господина Левица, как и за президента, не голосовал и не собирался голосовать. На мой взгляд, это самый плохой президент в истории нашего государства, со знаком минус. По поводу этого законопроекта, я бы, естественно, голосовал бы категорически против, потому что, в соответствии с Конституцией, религия и государство у нас как бы не совмещены. 99-я статья, да. И мы не имеем права вмешиваться, государство не имеет права вмешиваться в деятельности церкви. Послушайте, ну почему только три человека, вот упомянуты уже здесь, Юлия Степаненко, Любовь Швецова и Карина Спруда. Три женщины, маленькие, хрупенькие, проголосовали против, а остальные все, как ваши бывшие коллеги из одной партии, то они не голосуют, выбегают, то голосуют за. Нехватка мужиков. Даже в вашей бывшей фракции? Не знаю. Ну там же Агешин есть, да, который вообще получил орден Иоанна Померса, Иоанна Архиепископа Рижского из рук митрополита. Там же люди есть, которые до этого кричали, что мы тут за латвийское православие головы положим. Я не православный, да, я католик, да, но вместе с тем я не представляю, чтобы вот так, вообще в свое время такое голосование было бы невозможно, да, априори. А сейчас мы делаем, доводим ситуацию в нашем государстве до того, чтобы столкнуть лбами определенные слои населения. Латышей с русскоязычными, православных с католиками, с лютеранами и так далее, и так далее. Здесь необходимо создать ситуацию, аналогичная, как ситуация на Украине. Церковью вы имеете в виду, вокруг церкви. И вокруг церкви в том числе, да. А самое главное, чтобы здесь были беспорядки, чтобы латыши и русскоязычные между собой начали выяснять отношения кровавым способом, да. А это тогда можно было бы обвинить нашего восточного соседа, видите, до чего вы довели маленькое государство. И эти тенденции у нас просматриваются достаточно давно. История с памятником, с маленьким памятником и с большим памятником. Это звенья из той цепи, на ваш взгляд? Это звенья одной цепи. Это и голосование референдума, который являлся абсолютной провокацией по отношению к населению нашего государства. Почему? Потому что конвенции по нас с меньшинством предусматривают элементарную вещь. Латвия, кстати, к ней не просоединилась в полном объеме. И там предусматривается, если на территории какого-то села, города и так далее проживает там энное количество процентов людей, которые разговаривают на другом языке, то официальным языком данная местность является русский, цыганский, белорусский, в любой другой язык. Официальным, но не государственным. Люди путают эти два понятия. В том числе и образование должно проходить на официальном языке, на языке нацменьшинств. Наши определенно специально не подсоединялись к этой конвенции, чтобы создавать эти проблемы. Так же, как у нас искусственно была создана проблема неграждан. То есть истоки надо искать еще в 90-х годах. Постепенно мы к этому все шли. Говоря о военных базах на территории Латвии, то за военные базы отдельные политики начали официально кричать еще 20 лет назад. Тогда же министр обороны господин Крестовский о том, что на территории Латвии необходимо в срочном порядке разместить военные базы США. Да, не НАТО, а именно США. Это тот самый Крестовский, который до вас был министром внутренних дел, а сложил свои полномочия после того, как не досмотрел за тюремную систему и был побег. Он не сложил, его сняли. И он там, не хочу говорить в подробностях, но когда его снимали с должности, премьер-министр потребовал его отставки, то девицы ведут себя намного скромнее. Ах так даже, да? О, сколько мы не знаем. Нам нужно садиться, как Лемберкс и Рубикс, за книгу воспоминаний. Вы уже очень много знаете, что не помнят другие, господин Адам Солнце. И дальше, по поводу языкового референдума, дальше были попытки создать очаги напряженности на нашей восточной границе, попытки изменить законы, которые могли провести конфронтации именно между Латвией и Россией. Да, в свое время. Но это вот главный вопрос. Это мы, вот я вас тоже попрошу, господин Черновосов, на этот вопрос ответить. Это мы такие смелые? Или нас кто-то подзуживает извне? Чем громче тявкнешь на Россию, тем как бы... Наших политиков я лет 10 назад обозвал шавками подзаборными, да? Они обиделись, пытались меня привлечь к ответственности, да? Когда хозяин сказал тявкать, начинает тявкать. Что это дает команду ФАС? Латвийскому политическому столичному. Я думаю, что все обычно говорят, это Соединенные Штаты Америки. В чем я глубоко сомневаюсь, это не Соединенные Штаты Америки, не их официальные власти. Это транснациональные компании. И к чему приводят, если когда президент или какой-то политик в Соединенных Штатах Америки пытается навести порядок, мы можем посмотреть на историю господина Трампа, где это видно, что президента. Раз, и решили возможность выступать в масс-медиа, которого пытались пинать все, кому не лень. Но Трамп, будучи президентом, пытался хоть что-то поменять, чему-то прийти, чего-то добиться. Поэтому он не устраивал именно эти транснациональные компании. И роль и место президента Соединенных Штатов Америки мы в этой связи можем посмотреть на нынешнего президента Джо Байдена. Без улыбки на него не посмотришь. То он начинает улыбаться во время похорон, то еще там... Помните старый антисоветский анекдот? Не только вчера на похоронах товарища Черненко. Кстати, где он? Только я пригласил даму на танец, когда зазвучала музыка. Извините. Молодое поколение не знает каких-то анекдотов. Ну, и вместе с тем, то, что такой не совсем адекватный человек у власти в Соединенных Штатах Америки, по крайней мере, то, что показывают, да, это всех устраивает. А когда был Трамп во власти, давайте вспомним, как наши там втихаря, в том числе и перед выборами пытались поддерживать любых других кандидатов, только не господина Трампа. То есть влияние транснациональных компаний на территории Латвии абсолютно понятно. Посмотрим, каким образом мы лишились наших портов. Рижского порта, Венспиловского порта. Как это все происходило? У нас отняли порты, которые в будущем уже абсолютно понятно, кому перейдут. Злые языки говорят о том, что это какие-то родственники, связанные с господином Каренчем. Возможно. Который гражданин какой страны? По второму паспорту или по первому? Соединенных Штатов Америки. Уроженец одного штата с Джо Байденом, Белавера. Михаил Михайлович, почему власть... Умных к умных. Да. Меня от КТБ. Да. Вот видите, господин Адамсонс, уже украинский язык изучает. Михаил Михайлович, почему власть в Латвии до сих пор не суверенная? Вот в Конституции это декларировано. И поэтому этот термин, название власти, сувереновара, это из Конституции. Выполняется ли наша Конституция в полном объеме? К сожалению, многие этого не видят. Я в том числе. Почему происходит вот такое расслоение? Почему происходит такое давление? Почему те, кто люди с двойным гражданством руководят нашей страной и ведут ее в определенном направлении? И кто над ними стоит, я думаю, когда-нибудь мы все-таки узнаем об этом. Но вы, кстати, выступаете за что? За то, чтобы разрешать или запрещать премьеру, советнику президента по вопросу национальной безопасности, президенту Медлогражданства? Я считаю, что это недопустимо. Министр обороны у нас тоже. Да, ну такое не может быть, это неправильно. А вот терминеры... Слушайте, а почему они, вот смотрите, по-человечески, вот как на кухне за рюмкой, чего они за второй паспорт так держатся? Они не верят страну? Они... Это надо спросить у них. Я понимаю, что вы не пресс-секретарь Каринша. Ну, видимо, когда-то им это понадобится. Я надеюсь, что скоро. И сейчас вот те меры, те события, которые произошли, и автокефали церкви, и памятники, и другие мероприятия, которые были проведены по непонятным решениям нашего руководства, нашей страны, они все-таки, видимо, говорят о том, что те, кто находятся у власти, они хотят отвлечь население от насущных проблем. И вот за три недели решение по церкви, за несколько месяцев, за пару месяцев решение по памятнику, это говорит о том, что все делается для отвлечения внимания от реальных проблем. Не только от увлечения внимания, а, наоборот, обострение ситуации. Обострение ситуации. Создание проблемных вопросов, да. И сейчас, ну, я как-то лет пять назад еще высыпал с трибуны парламента, я говорил, когда только эта вся тенденция появилась по поводу обвинения России во всех смертных грехах, я высыпал с трибуны парламента, я говорю, вы знаете, как хорошо жить сейчас, если в зепной каунсе, не дай бог, трубу прожвало, к бабке не ходи, понятно, кто виноват. Это Путин, да. Куришь, пьешь, и не дурак, значит, Путин виноват. Да, конечно, и всю эту ситуацию создают только, чтобы создать очаги напряженности. Мы интересны этим транснациональным компаниям только с одной стороны, как плацдарм, который каким-то образом мог бы влиять на нашего восточного соседа, на Белоруссию, на Россию и так далее. Военным или каким-то еще? Я вас действительно своим вопросом тяну к вопросу, будет ли война. Сейчас об этом задают. Так война уже идет. Она ведется совершенно другими методами. Известна поговорка о том, что когда замолкают дипломаты, начинают говорить пушки. Пушки у нас уже говорят. Дипломаты между собой практически не общаются. Тем, кому необходимо садиться за стол переговоров, так же, как и на территории Латвии, так же и на Украине, ни один политик не может принять какое-то судьбоносное решение, пока не проснулись там за бугром. И те не почесали репу и не сказали, ребята, надо делать так. Ну, тогда все понятно, что и как надо делать. Снос памятников. Я уже как-то говорил, публично высыпал, что у нас есть договор о выводе советских войск с территории Латвии. Ну, российских войск. В 2004 году они назывались. И он предусматривает, в том числе и защиту этих памятников. То есть, изменив закон о том, что разрешают сносить памятники, мы в одностороннем порядке отменили действие этого договора. Формально российская сторона может заявить, ребята, а договор-то недействительен, да? Мы возвращаем выводенные части назад. Места их дислокации. Не прошло и 25 лет, как говорится. Все верно, да? А у наших, ребят, просто ума не хватает, чтобы понять, посмотреть немножко дальше, к чему это может привести. То, что у нас еще не стреляют, слава богу, будем надеяться, что это не произойдет, а то, что идет война и столкновение интересов Востока и Запада, тоже абсолютно понятно. Ведь причина в чем? В банковском секторе очень много денег на Западе. Деньги просто лежат, но они должны работать. Каким образом они могут работать? Во-первых, покупая, продавая оружие, заключая договора, типа ленд-лиза сейчас с Украиной, туда отправляют оружие. Кстати, интересно, я читал сводку, в Бремене задержали группу лиц, которые продавали славянских лиц, которые продавали того вооружения и оружие, которое поступало на территории Украины. В том числе и противозенитные ракеты, стингеры и так далее. Не говоря уже о более легких. Это реэкспорт. Капитан Аколта, реэкспорт такой название. Кому-то это нужно было. То есть, оружие должно, то есть, деньги должны работать. Сначала это, посставляется оружие, дальше что? Дальше, как бы война не закончилась, заключается договор, вводится новый план маршал, как угодно его можно обозвать. И что происходит дальше? Подписываются кабанные договора, да, и все. Туда отправляются деньги. На этом и деньги начинают работать уже по новой. Вместо того, чтобы эти деньги вкладывать в развивающиеся страны, в том числе и в Африку, нет, это более короткий, более прибыльный бизнес, да, именно действовать через разрушение. Ведь то, что разрушено, рано или поздно надо будет восстанавливать. То, что не удастся сделать изгоем Россию, Белоруссию, мы видим, это не произошло и не произойдет. Михаил Михайлович, я знаешь, что я прочитал, да, сейчас одну секунду, только реплика такая, что по Ленд-Лизу, по которому Советский Союз и наследница СССР Россия должна была Соединенным Штатом Америки за годы Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, они закончили официально платить в 2016 году. Я как раз хотел об этом сказать, что вот те деньги, которые выдаются, они выдаются не просто так, на войну, они выдаются в долг. И вот даже тот пример, о котором упоминали, что наши выделили 200 миллионов на одна из самых больших выплат Украине на войну, и потом сразу же, через буквально пару недель, получили, взяли кредит на ту же сумму, 200 миллионов. То есть деньги берутся не просто так, на те ребята, воюйте, они берутся в долг под что-то, и потом надо будет выплачивать населению. Потом, поэтому то, что мы говорим, ведется, будет ли война. Война, правильно сказал Янис, война ведется. Она ведется не только внешне, различными санкциями, поставками, вооружением и так далее. Она ведется с населением, с собственным населением, для того, чтобы не только возбудить активность населения против вот этих мер, или вызвать внешнюю какую-то агрессию. Она, видимо, ставится такая цель, далеко идущая, чтобы началась действительно реальная война, на которую потом можно будет все недостатки списать в действующей власти. Но я хочу подчеркнуть, что мы против войны. Мы против любой агрессии. Это очень плохо. Мы осуждаем агрессию. Мы за мир. Но вот то, что происходит, вот это освидетельствует определенную тенденцию. Вот знаете, сейчас мы за миров. Две категории существуют. Две. Одни говорят, мы за мир, и продолжают наращивать поставки оружия на Украину, на сторону украинской армии. Мы за мир. Да, они говорят, мы... Гуманитарную военную помощь. А другие говорят, мы за мир. И, пожалуйста, не поставляйте ни одной из сторон. Говорят, о, ты агент Путина. Слышат они сразу. Да, вот так получается. Воследование. Так что есть мы за мир и мы за мир. Как ни странно, я всегда, хотя у меня биография очень интересная, но я всегда подчеркнул, что я, по своему убеждению, пацифист. Все, как правило, начинают улыбаться, вспоминая мою биографию. И говорят, да, небольшое уточнение, вооруженный пацифист. Да. Я всегда удивляюсь, кстати, с женой, с супругой, мы иногда на эти темы начинаем разговаривать, и становится непонятно. Ребята, а что вам не живется? Зачем воевать? И зачем эти сверхприбылики? Ты куда их подеваешь? Да. Жизнь проходит, да, а ты за что-то борешься, за что-то высыпаешь, имея в виду побольше заработать. Ну, куда эти деньги? Ну, у тебя крутая яхта, ну, будет еще две круче. Ну, дальше что? У этих ребят, очевидно, совершенно другая психология. Они делают все, чтобы заработать. Есть миллиард, надо два. Есть два миллиарда, надо десять. Это как бы уже самоцель. И для них, да, никакие законы не писаны. Ведь господин Трамп в свое время говорил по поводу того, что, возможно, отдельные политики вовлечены в скандалах по педофилии на территории Соединенных Штатов Америки. Я просто хотел напомнить в этой связи, что в 2000 году, когда я руководил комиссией по расследованию... Педофилгейта, так называемого. Да, Педофилгейта. То, по нашим данным, в Европе этот центр находился, не буду называть город, на территории бывшей Чехосовакии. А за пределами Европы это были Соединенные Штаты Америки, где, кстати, в докладе парламентской комиссии названы эти города. И да, для этих людей, для них не существует никаких законов. И вы до сих пор удивляетесь, что латвийские спецслужбы на коротком поводке американцев, которые, возможно, сидят, вам до сих пор мстят? Конечно, будут мстить после такого доклада. Я никогда не говорил, да, наконец-то знаю, что перед тем, вот завтра я должен зачитывать доклад, меня пригласили на счет встречи два представителя, два посла. Можете сказать, каких стран? Влиятельных и ныне влиятельных англосаксов представителей. И пытались уговорить меня, чтобы я не зачитывал доклад. Вообще не зачитывал? Процедура следующая. Я мог подать этот доклад в парламент, и депутаты как бы и сами ознакомиться с этим докладом. То есть без огласки с трибуны, под телекамеры, под журналистов. Я принял решение, и это было решение комиссии, что председатель комиссии обязан зачитать весь доклад. А очень многие не хотели, чтобы этот доклад был бы зачитан. Ну, он, кстати, очень интересный. Кому интересно, могут зайти в сайт, в архив парламента и его прочитать. Там очень много. До сих пор открытый текст, открытые, не засекреченные документы. Никто, знаете, не стер случайно, никто не засекретил потом. Надеюсь. Нет, нет, есть, есть. Ну, отдельный документ, которые находились в наших спецслужбах, почему-то они были уничтожены. Отдельные представители, руководители были вынуждены уйти с должностей, потому что они отказывались от того, чтобы принимать решение об уничтожении каких-то либо документов. Ну, живем мы в интересное время. Кстати, мой помощник тоже баллокируется вместе с Михаилом, господин Калищук, парламент. Тот, которого не вызвали. Тот, который чек на 100 евро. Ну, да. Возвращаясь к предыдущим выборам, на мой взгляд, интересно. Следующий партий, не говоря уже о списке номера 5, очень интересный господин Шлессерс. Я думаю, что у него достаточно сильная команда, которая может вернуться и что-то сделать. Команда-то сильная, но почему депутаты, которые сейчас депутаты 7, мы голосовали за снос памятника? А это вопрос уже... А там нет депутатов. Не Мира, который сейчас кандидат, Петровича, Олег Буров, который в Думе голосовал за снос памятника. Извините, это протоколы. Я это, если честно, не знал. Интересный вариант, если действительно, он, господин Ламберг станет премьер-министром. Человек, который действительно, прежде всего, защищает интересы своего города. Если будет премьером, будет защищать интересы своего государства. Я с вами согласен, что в нынешней ситуации после Каринша и Ламбергс, и Шлессерс со всеми его плюсами и минусами, и любой другой кандидат Юлия Степаненко будет в 40-крат лучшим премьер-министром, чем Каринша или Бордонс. Все, реплика, пора заканчивать. Да, спасибо вам большое. Давайте чаще встречаться, как в свое время в пиве, в рекламе пива «Золотая бочка». Помните, надо чаще встречаться. Спасибо огромное. Депутат Сейма, обвиняемый в шпионаже в пользу России, но все-таки действующий на сегодняшнюю секунду депутат Латвийского Сейма Янис Адамсон, с прошлым министром внутренних дел, и присяжный адвокат Михаил Черноусов, были на ваших экранах. Еще раз спасибо большое. Спасибо за то, что смотрели. Пора прощаться. Комментируйте, спорьте. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова